Накануне городская федерация дзюдо и самбо подвела итоги своей работы, рассказала о достигнутых успехах и наметила планы на ближайшее будущее. Кроме того, руководители организации поблагодарили и тех, кто способствует разбитию спорта в городе в целом и дзюдо и самбо в частности. В числе тех, кто удостоен благодарности федерации, наша телекомпания. Все подробности у Анастасии Дубас. Встречу с единомышленниками, теми, кто оказывает посильную помощь в развитии городского спорта, Волгодонская федерация дзюдо и самбо открывает показательными выступлениями. Выстроившись в шеренгу от мала до велика, воспитанники дожидаются команды тренера. Снимите на вас! Наслупаем отражу, призер, расслабляйтесь. Во второй части встречи руководители федерации отмечают тех, кто оказывает помощь и поддержку в организации и проведении соревнований в развитии дзюдо и самбо в Волгодонске. В числе награжденных благодарственными письмами от федерации и телекомпания ВТВ. Здесь уверены, если бы не посильная помощь родителей, ребят-спонсоров, спорткомитета города, средств массовой информации и других неравнодушных людей, не было бы всех тех успехов, которыми сегодня может похвастаться федерация дзюдо и самбо. Как Колесников, Николай, Таиров, Александр, ну и много других молодых ребят. Хорошо выступает Лайла Тагиева. Низами, младший Тагиев, тоже прекрасно. Практически первые места по области, по городам областным. Принимаем участие мы практически каждую субботу, воскресенье, выезжая за пределы города Волгодонска. Сегодня численность воспитанников федерации дзюдо и самбо составляет 35 человек. Из них большая часть – дети до 10 лет. Только за 2012 год воспитанники федерации привезли в Волгодонск более 150 новых наград. Готовит ребят неизменный тренер Низами Тагиев. Практика его работы с детьми исчисляется практически тремя десятками лет. За это время Низами Тагиев подготовил 20 мастеров спорта. Больше сотни кандидатов в мастера спорта. Признается, каждая победа его воспитанников отзывается в сердце непередаваемыми эмоциями. Это ощущение, конечно, невозможно передать. Чувствует, что все, что сделано, значит все сделано правильно. Если выигрывает любой, неважно, любой спортсмен, конечно, для тренера это счастье, вдохновение. Как и в большинстве видов спорта, федерации дзюдо и самбо не хватает финансирования, рассказывают ее руководители. Шутят, если бы перед нами было больше возможностей, мы бы и вершину Олимпа покорили. Анастасия Дубас, Иван Иванков, Новости ВТВ.